Всем привет! Сегодня посмотрим расклад на судьбу для вас, что тайное станет явным, чего вам не видно. И расклад будет сделан на игральных картах. Не удивляйтесь, это колода Таро, но младшая аркана соответствует полностью и бесповоротно игральным картам. В этой колоде есть королева червовая или королева чаш, дама червона, на которую мы будем смотреть. Если есть желание, загадайте себя как эту даму. И это редкий случай, когда я буду говорить здесь с вами о вас. Эта дама червона знает что-то о вас, чего вы не знаете сами о себе, и в раскладе всё проявится. Другие люди, которые в этом раскладе проявятся, вы им даёте название. Кто из них в какой масти. Крестовые — это жезлы, бубновые — это пентакли, и пиковые — это мечи. Вы им даёте адреса, явки, пароли, как говорится, имена из вашей жизни. И тогда вы понимаете этот расклад просто замечательно. Приглашаю вас ко мне сюда в студию в Канаде. Кто не знает, я давно уже веду работу для тех, кто пришёл, чтобы вам помочь найти себя. Найти свою дорогу в жизни. Так, карты готовы. В этой колоде есть червона дама, это вы. И что это за дама? Вы знаете, вы знаете себя, да, свои характеристики, своё имя. А, кстати, расклад можно активировать своим именем, просто сказать вслух своё имя. Итак, первая карта в раскладе уже видна, и это у нас пятёрка жезлов. У вас в жизни сейчас идёт какой-то внутренний спор. Вы с собой, не обязательно в раздоре, но конструктивный спор, это же всё-таки не мечи, да. Идёт какой-то спор у вас между собой. Причём вы не можете найти общий знаменатель по какой-то теме. Тема вас очень волнует. А также в вашей жизни есть ещё и желание получить какую-то прибыль или же оформить документы. Девятка чаши — это исполнение желаний. Ваше желание обязательно исполнится. Дорога открыта на любовь. Кто-то кладёт дорогу к вашему порогу, какой-то червовый человек, который вас любит. С этим человеком вы можете быть очень счастливы. Это именно вот эта карта, да, эта карта королевская, это карта короля, червоный король. То есть вами сейчас интересуется человек, который вам сделает какое-то одолжение, выполнит вашу просьбу, выполнит все ваши желания или для любви. Пятёрка пиковая говорит, что с кем-то вы в раздоре, в ссоре. И ссора была несправедливая. Вас обидели, вас оскорбили, задели ваше достоинство и унизили. Это дополнительная карта справедливость. Она здесь оказалась по непонятной причине, но Вселенная, видимо, её специально здесь обозначила, чтобы вы это увидели, да, потому что я не хотела показывать вам никакие старшие арканы. Это только на младших арканах расклад. Но тем более вот эта карта затерялась. Так что так тому и быть. Ну что ж, начинаем расклад. Вот здесь вот везде секреты, засекреченные в вашей жизни. И мы будем искать совпадения по номиналу, по убывающей. И будем раскрывать то, что нужно раскрывать в вашей жизни. В общем, увидите и всё, и поймёте сами. У нас с вами здесь есть тройки, пятёрки, единицы, девятки, пятёрки. Но я не вижу ничего, что бы могло бы быть по номиналу подходящим. Поэтому мы открываем дополнительную информацию. Итак, это пажа меча. Сейчас с вами интересуется какой-то человек. Но это пустые хлопоты. Пустые хлопоты — это когда за вами следят в соцсетях друзья, знакомые. Пятёрка Пентакли говорит, что сейчас в вашей жизни есть ещё. И то, что, например, вы купили что-то не по хорошей цене, или вам не хватает денег на что-то. Девятка Жезлов говорит, что вы потеряли много энергии на чём-то. И по семёрке Пентакли вы не можете сделать выбор, что там купить, продать, где жить, что делать. Это семёрка, да. У нас здесь шестёрок нет. Если была бы шестёрка, мы бы её использовали для расклада. Это просто вам дополнительная информация. Четвёрка есть, мы её кладём. И здесь выходит так, что четвёрка Пентакли говорит, что ваши финансы, они наладятся. Они обязательно наладятся. Будет встреча, свидание, это рыцарь. Будет что-то очень хорошее. И кто-то хочет действительно с вами либо помириться, либо сделать вам какое-то одолжение, либо кто-то хочет вытянуть вас. Вот вы как бы на горбу у кого-то, да, то есть хочет сделать вам действительно одолжение, вытащить вас из каких-то неприятностей. А Пажи говорит о поиске, о хлопотах. И у нас здесь карта именно хлопот. Кто-то хлопочет о вас, кто-то переживает, кто-то хочет быть с вами, кому-то без вас плохо. Открыты дороги на деньги у вас. Это я чётко вижу. Туз Меча говорит о том, что сейчас в вашей жизни есть такая проблема, которую вы давно не хотите решать. Это может быть связано с тем, что нужно там за здоровьем своим посмотреть или выйти на какой-то серьёзный разговор или сделать какой-то смелый поступок, смелый поступок, на который вы не решаетесь давно. По картам рыцарей действительно вами сейчас кто-то очень интересуется для любви. И вот этот король, видите, он вами интересуется для любви. Подбойки Меча. Действительно, у некоторых из вас, кто смотрит, какие-то есть сложные задачи, которые вы до сих пор не можете решить. И вы хотели бы избежать трудностей. Или же кто-то хочет из вашей родни избежать трудностей, а хочет уехать и не может, потому что боится, переживает, волнуется. По четвёрке жезла вы хотите стабильности в доме, но пока у вас этого нет. Стабильности в доме пока не можете достичь. По пятёрке чаш вы волнуетесь, переживаете о ком-то. Кто вас обидел. Вот, знаете, вас обидели, а вы о них волнуетесь. Вот это вам свойственно. По карте рыцарь, рыцарь Пентаклей. Сейчас действительно вам могут предложить лучшую работу. Или вы можете оформить документы, вам очень нужные. Шестёрка жезлов. Это действительно вы окажетесь в победе, в победителе. Вы победите какие-то свои проблемы, может, проблемы внутреннего содержания. Победите свои злые привычки вредные, или же вы победите врагов. По восьмёрке меча действительно много страхов, много негатива вокруг вас. Если карта попадает сюда в гадание, это говорит о том, что проблема уходит. Десятка меча прежде всего советует вам не волноваться о будущем, потому что если вы волнуетесь о будущем, то вы наступаете на те же самые грабли. И по шестёрке чаш кто-то очень тепло к вам относится. Кто-то вас любит, кто-то хочет вам помочь, кто-то тепло вспоминает моменты счастья с вами. Открытые дороги, чтобы лучше жить, чтобы быть здоровее. Это туз. Восстановить здоровье. На этой дороге открыты. А по двойке жезлов тоже открыты дороги у многих на переезд. Видите? У многих открыты дороги на переезд. По восьмёрке пентаклей вам... Ну, чаш, вернее, вы не хотите ехать никуда, вы волнуетесь, что вы не осилите, не сможете, не сможете потянуть финансово. И всё время глядываетесь назад, смотрите на то, что у вас получалось в жизни, да. Но прошлое же не вернёшь, вы сами понимаете. Это королева, королева пентаклей. Говорит о том, что у вас будут большие деньги, вы будете жить с червонным королём. Да, и тут к вам новости от родственников. Новости неприятные. Родственники, очевидно. Или попросят деньги, или расскажут, что у них всё плохо, чтобы вызвать уважалость. Это может быть вполне. И так, папажу Жезлов, действительно, вы сейчас переживаете, что там, где вы, вот видите, там, где вы есть пустыня какая-то, там вам не стоит уже быть. Для вас там ничего нет, вам нужно двигаться вперёд. Пасчаж. Эта карта говорит о том, что хлопоты, заботы червонные, то есть плана любви. Кто-то хлопочет о вас в плане любовь. И по девятке меча вы действительно сейчас ходите по такому острому лезвию. Вы волнуетесь. Вы действительно находитесь под влиянием. Кто-то или что-то вам сильно угрожает. Ну вот, ну, не стоит на это обращать внимание, потому что очень хорошая карта. Десятка пентаклей вам предвещает большие деньги. Большие средства у вас будут, большие деньги будут. Девятка. Да, видите-ка, хорошо складывается здесь. Всё идёт по плану. Девятка пентаклей говорит об очень удобном положении финансовом. И по этой карте вы действительно в счастье будете находиться. Это королева меча. Это говорит о том, что вы сами себе создадите удобное положение. Именно своими действиями. Итак, смотрим, что ещё здесь можно подправить в этом раскладе. Может, переложить, чтобы добиться более чёткого видения. Вот эти карты можно здесь переложить. И тогда открывается вот эта карта у нас. У вас иллюзии насчёт любви. У вас иллюзии насчёт человека, которому вы сейчас думаете. Семёрка червона. Ну, сюда восьмёрка бы подошла. У нас восьмёрок сейчас открытых нет. Я просто вам рассказываю, что я делаю, чтобы вы понимали, что здесь всё идёт по плану. Видите, острые какие-то самоощущения, которые пока, да, можно закрыть их. Закрываются какие-то острые самоощущения. Это закрывается у вас. Вот десятка у нас пиковая. Она говорит о том, что вот всегда, она, кстати, подходит, что заканчивается период негатива. Этот период негатива полностью заканчивается. Паж, сюда хорошо идёт, да? Паж, это хлопоты напрасные. Кстати, вот это напрасные хлопоты у вас. Если бы у меня в раскладе было место, куда бы я смогла бы положить Пажа, это была бы королева. Вернее, рыцарь. Но рыцарь у нас здесь нет. Так, шестёрка мечевая. Шестёрка подходит сюда. Но вы избежите проблем. Вы избежите, вы поговорите с человеком, с которым вы поссорились, в скором времени. Пятёрка, да. Но всё равно вы обижаетесь на кого-то очень сильно. Вы обижаетесь. Вы эти обиды с собой берёте. Постоянно они у вас за плечами, да, обиды эти. Вот у нас и рыцарь нарисовался, который принесёт вам денежки или хорошие новости получите. От родней, может быть. Пятёрка Пентакли. Есть в вашей жизни ситуация, где вам нужно за что-то платить, но вы не знаете, как заплатить за это или боитесь заплатить за что-то. Девятка. Девятка Жезлов говорит, что вам нужно силы восстановить, отдохнуть. Вы очень напрягаетесь зря. По семёрке Пентакли не можете сделать выбор. Что-то не можете выбрать. Итак, смотрим, если у нас есть совпадение, чтобы можно было переложить. Пока... А, вот есть совпадение. Четвёрочка сюда перекладывается, и мы можем добавить одно. Я могу добавлять отсюда или из банка информации вот здесь. Так что нужно вам решить вот эту проблему выбора по покупкам и по деньгам. Сейчас банка информации у нас здесь ничего нет. Рыцарь Жезлов, он приносит вам здоровье, энергию даёт. И он бы пошёл, если бы я здесь имела где-то королеву или даму. Да, но здесь нет таких карт, поэтому идёт в банке информации. Оно закрыто ещё. Очень много карт у нас. Видите, дороги открываются всё-таки на деньги с трудом, но открываются. Но это с большим нажимом. С большим нажимом. Дороги на деньги открываются. Итак, хорошо. Пять. Четыре. Вот эти можно переложить. Тогда мы откроем новую карту. Видите, вы куда-то поедете, будете ехать. Будете ехать по каким-то делам. Ещё открываем. Там вам будет нелегко. Семёрка всё-таки, да, это сложности. Вам там будет нелегко, но вы боитесь этих трудностей, которые проходят все люди. Например, если в вашем случае это эмиграция, все люди проходят эти сложности. Вы боитесь тех сложностей, которые, в принципе, можно пройти. Шестёрка чаш. Да. А вы их боитесь. Вот видите, сюда идёт она. Так, пятёрочки есть у нас? Нет, пока. Восьмёрочка. Восьмёрка нам нужна. Ну вот я же говорю, что нужно закрыть дверь и уйти. Я так сделала. Я ни разу не пожалела. 8, 7, 7 сюда перекладываем. Значит, мы можем взять дополнительную карту. Вот так. Будем решать вот эту проблему сейчас с вами. Всё решаемо, да. Нет никаких таких ситуаций, где не было бы решения. Вот здесь перекладываем и открываем. Шестёрочка открыта. Это уже хорошо. Это уже добрый знак, да. Шестёрка опять сюда кладётся. Ещё открываем. Видите, как всё идёт хорошо. Итак, восьмёрку тоже мы перекладываем и можем добавить. Пусть добавляем. Мало карт двора в основном ситуационная карта. О чём это говорит? Что люди в вашем окружении, которых вы можете боить, может, боитесь. Они на вас мало влияют. Вообще мало влияют. А паш-чаш. Пажи идут после рыцарей. Рыцарей у нас здесь с вами нет. Да, хорошо. Итак, королева меча. Королевы идут после короля. Мы идём в обратном движении, если кто не понял, пока такой карты у нас нет. Окей, рыцарь-чаш. Пока тоже не подходит. Видите, закрыты карты двора. Говорит о том, что много людей, которые вокруг вас, имеют огромные секреты. С вами они не делятся их планами. Да, шестёрка. Много секретов эти люди имеют. И они сдерживают ваше движение вперёд. Именно потому, что закрыты какие-то секреты. Но здесь мы идём по кругу с вами. Да, вот эти нужно открыть, и пока они не открываются. Здесь мы пошли по кругу, королева. Но опять, я так понимаю, что мы по кругу будем идти до бесконечности. Так, шестёрка. Хорошо. Шестёрка. У нас здесь шестёрки и тузы. Мы с вами как бы стак между шестёрками, тузами и тройками. О чём это говорит? Ну, то, что делится на три, это всегда прорыв, это всегда хорошо. Ну, потому что очень много шестёрок. Как бы вам сейчас не так, чтобы было сильно удобно, но вы привыкли к тяжёлой жизни и боитесь, думаете, что будет хуже. Вот это об этом. Тройки, шестёрки, девятки. Видите, всё делится на три. Но там, где всё делится на три, там помощь высших сил. Ну, а то за это открытие дорог. И мы с вами как бы замерли здесь. Но не до конца мы замерли. Потому что у нас здесь есть восемь, да, которые мы можем переложить. Вот, мы переложить можем. И тогда у нас есть возможность добавить карту. Но в любом случае мы стак, потому что шестёрку мы добавили. А шестёрка мало что меняет, да, в этой жизни, в этом раскладе. Итак, пошли опять по кругу. Видите, карты двора у вас остаются невостребованные. И это можно понять по раскладу. Вот пятёрка уже, ну, лучше, чем было, да. Если карты двора остаются невостребованы, это говорит о том, что многие люди вокруг вас, они имеют такие секреты, с которыми просто не хотят делиться. Они не хотят с вами вообще взаимодействовать никак. То есть они взаимодействуют. Но причины, по которым они что-то скрывают, видите, все закрыты карты двора. Говорят о том, что люди эти у себя на уме. И они вас хотят обмануть и запутать. Видите, они хотят вас запутать, потому что с ними ничего не поруется. Никаких пар, никаких нет, ничего, чтобы можно было закрыть пока. Ничего, ничего, смотрим дальше. Что здесь ещё можно сделать? Итак, у нас здесь пять, и у нас здесь шесть. Да, так вот эти вот все мы можем переложить сюда. И сейчас начнёт всё двигаться. Вот дополнительно карт, которые я убираю, она нам сказала, что всё будет по справедливости, и достаточно она здесь не принадлежит. Открываем карту, и это у нас уже лучше. Это король меча. Вот король меча, а у нас вот здесь с вами образовалась ситуация, когда вы видите пажа Пентакли. Итак, хорошо. Ну хорошо, королева идёт после короля, уже задвиглась сюда. Потом у нас идёт рыцарь. Вот как видите, хорошо. Уже всё-таки что делают эти расклады пасьянцы? Они открывают дороги, они исцеляют, они открывают тайны, секреты. Они позволяют вам жить в лучших условиях. Как вы видите, мы движим что-то в вашей жизни, где застой был, мы начинаем это двигать пажи. Пажи. Ну вот это уже нам не надо. Это не надо пока, это не надо. Хорошо. Всё-таки у нас банки информации. Смотрим, что мы можем здесь приложить. После пажа у нас идёт десятка. Десятки у нас все закрыты. Зато у нас есть девятки. Да. У нас есть паж. Здесь паж и паж. Итак, что такое паж? Это молодые люди или хлопоты, заботы? Вот вы хлопочете. Уже вот был застой, непонятность, страхи. Теперь хотя бы что-то начинает открываться. То есть хлопоты, заботы, все эти хлопоты. Некоторые ваши хлопоты пустые, некоторые они не пустые, они о деньгах. Но вы начинаете хлопотать. Раз вы начинаете хлопотать, так всё начнёт двигаться в правильном направлении. Мы не можем добавить рыцаря ни одного. Вот так что здесь вот так. Итак, тогда я прихожу на помощь к некоторым правилам. Такие правила называются exception или исключение. Когда вот такой расклад, он где-то остановился, где-то замер, приходят мне на помощь правила, исключительное правило, которое я могу в процессе расклада только три раза применять. Итак, вот моя первая попытка, сейчас она будет. И больше попыток таких нельзя. Первая попытка, всё. Как говорится, попытка, а не пытка, да? Но мне ещё после неё две останутся. Я в тузу добавляю тузы, это я могу сделать, чтобы открыть ещё одно окошко. То есть как одинаковой масти. И у нас здесь открылся король. Открылся король. После короля не идёт рыцарь, и не идёт рыцарь, и не идёт паш. Хорошо. Король открылся, но мы опять в ситуации. То есть другими словами, король Ишазлов какой-то вами интересуются, но дороги к вам у него закрыты. Ничего нельзя сделать. Он сейчас в очень сложную ситуацию попал, и он не может выйти из этой ситуации. Вторая попытка помощи идёт. От парной карты я воспользуюсь с помощью пажей. То есть два пажа, да? Тогда у меня здесь открывается карта. Смотрите. Королевская карта. Это всё здорово, да? Очень хороший результат. То есть показано, что именно вы, кстати, это же королева, вот король, вот королева. Именно вы сейчас находитесь в ситуации, когда вы находите своего короля. Находите своего короля. Видите, и мы открываем ещё новое. Король этот добрый, хороший, щедрый. Это король Чаш. Этот король хочет вас любить, но ему много чего мешает, да? Итак, после короля у нас тузы идут. И здесь очень легко всё, видите, всё перекладывается. Итак, ещё один король. Тузов у нас больше есть. Вот эти тузы идут наверх. И открывается ещё вот здесь окошко. И мы подкладываем одно сюда ещё дополнительно. Итак, что мы здесь видим с вами? У нас ещё одна попытка спасти себя есть, да? Мы две использовали. Не забываем об этом. У нас здесь паж. Это хлопот и заботы червоного короля в вашу сторону. И дорога на деньги открыта. Значит, в него придут подарки, даже два подарка. Или же лучшая зарплата. Но вместе с тем идёт осуждение родственников и обиды. Сильнейшие обиды из-за того, что вас не хотят отпускать. Вы хотите куда-то ехать, а вас не хотят отпускать. У нас здесь король меча, который сдерживает ваше движение. Королю можно добавить единицу. И у нас вот единицы, пожалуйста. Всё перекладываем. И тогда у нас открывается ещё одно окошко возможностей. Тройка чаш. Ну, тройки у нас есть. Как я говорю, в раскладе троек полно. Да? В двойку можно переложить. То есть защита и помощь высших сил. Четвёрка. Хорошо. Уже какая-то другая номинация открылась. И видите, вы ждёте чего-то, не решаетесь на что-то. И вот вся вот эта линия уходит. Потому что после четвёрки идёт тройка. Видите, все эти проблемы ваши решаются. Ну, это да, это долгоиграющий пасьянс расклад, конечно. Но он лечебный. Так что, наперитесь терпения, как говорится. Да, пажамы перекладываем. И у нас вот с вами, пожалуйста. Рыцарь жезлов. Так что это или известие, или страсть, или здесь может быть тоже ревность, или любовь, свидание. Кто-то вас пригласит на свидание. Новый человек со своей любовью идёт, Паша. И вот эти карты сюда перекладываются. Но в любом случае мы ничего не смогли здесь открыть. У нас ещё есть секреты, которые не открыты. Будем смотреть, будем открывать. Итак, после тройки идут двойки. Мы открываем этот секрет. Четвёрочка меча. Вот секрет в том, что вы себя ругаете, гнобите, не любите, обижаете, оскорбляете. Вот это всё. Самосглас, самопроклятие. Когда вы смотрите на себя в зеркало глазами врага. Сюда идут все эти карты, которые закрывают этот самосглас и лечат вас от этого. И у нас открывается окошко возможностей. Десятка жезлов. Если там домик, да, и вы к этому дому несёте всё, что у вас накопилось. Ваш опыт, денежки, ум, терпение, счастье. У вас будет свой дом. Сейчас дорога на свой дом у вас абсолютно открывается. Видите, как я? Я же делаю магию, да. Нам бы здесь девятка не помешала бы. У нас она есть. Значит, все вот эти карты перекладываем. И открывается у нас целая чаптер, графа вашей жизни. Восьмёрка. Восьмёрка бубновая. Это карта хорошей работы с хорошей зарплатой. И вот эти все семёрочка. Тут, видите, у нас это всё в обратном порядке. Всё перекладываем. Так что работа даст вам огромный доход. Итак, открывается новое окно возможностей. Десятка у нас здесь чашевая. Чаши говорят о большой любви, о преданности, о верности. Нам здесь нужен паш. Пашей у нас здесь нет. Понимаете, да? Поэтому мы здесь немножко с вами стак. Но мы не забываем. У нас ещё есть один раз палочка-выручалочка, да. Здесь, кстати, вот это всё закончили. Это уж в конце мы будем рассматривать, чем сердце успокоится. Здесь ещё две карты и здесь две. Вот к этому мы стремимся. Но у нас есть только один шанс ещё взять помощь. Если ничего не откроется, если какие-то секреты останутся закрытыми, я всё равно протрактую. Вы будете знать, какой секрет у вас закрыт. И будете знать, над чем работать, да. Итак, что нам может сейчас помочь? Рыцарь десятка, король четвёрка. Но эти нам не нужны. Потому что здесь у нас всё открыто уже, да. Ну вот, рыцарь, это, конечно, идёт после короля или нет? Нет, королева нужна. А королева у нас здесь есть. Поэтому давайте это всё переложим. Десятка. Ну ничего не поменяло это, да. Мы всё переложили с вами. Ну ничего. Как говорится, от переменными слагаемых сумма не меняется. Но, тем не менее, какое-то любое действие лучше, чем без действия. Так что действие мы с вами сделали. Но две карты у нас, вот эти секреты остались. И они пока не решаемы. Это идёт в гадание. Так, 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 так. Ну что, если бы здесь было совпадение, тогда я могла бы воспользоваться третьим шансом. Здесь совпадения нет. Но у меня по десятке есть совпадение. Поэтому я могу десятку переложить. Это третий шанс, когда совпадение по чёткому номиналу. Не по убывающей, а по номиналу. Напоминаю, кто там не понял, да. Итак, у нас здесь семёрка. А семёрка же зловите, всё открывается. Что вы ощетинились против врагов, которые вообще не достойны даже выезденного яйца. Ну вы же выше их. У вас здесь ресурсы, есть вы и на холмике, у вас и свой флаг, у вас и ваша палка на ногу выше, и вы видите их, и они ниже вас, и они мелочные, они что-то от вас хотят. Это всевозможные третьи лица, неприятные обстоятельства, которые тяготеют над вами, но вы это не можете решить. А не решайте вы это по причине того, что вы накрутили себя. Итак, хорошо, давайте будем читать итог расклада, да. Вот всё, что открыто, это чем сердце успокоится. А то, что закрыто, это секреты, которые пока решить нельзя. Да, вот если у вас были какие-то вопросы к раскладу, так вот эти три решить нельзя, а вот это всё решаемо. Значит, что решаемо? Любовь, счастье, взаимопонимание в семье. Червоный король, который будет вас любить. Любовь, семья — это решаемо. Решаемо вот эта ностальгия никому не нужная, да. Когда человек занимается саможалостью. Вот это решаемое. Новый шанс. Если закрыть три чаши, то это очень похоже на туз-чаш. Открываются дороги на любовь. Рыцарь приносит новости о Червоного короля, известия новости, свидания, встречи, примирения. И по семёрке шезлов не занимайтесь самосглазом. Вот это мы с вами разобрали всё здесь. А здесь мы откроем сейчас секреты. Те карты, которые не открыты. И вам нужно знать что-то. Посмотрите. Тройка Пентаклей. Королевы Пентаклей. И двойка чаш. Ну вот смотрите. Если бы здесь были плохие карты, типа мечевой карты любой, да, я бы так не сказала. Но раз карты такие хорошие вышли, то я вам скажу, что будет встреча, любовь, счастье, взаимопонимание, честное отношение при полной луне. Следующая полная луна сблизит вас. Здесь утроится доход. Будет помощь высших сил. Вы найдёте возможность разбогатеть. И будете очень богаты. Это элитная жизнь. И никогда не будете больше бояться бедности. Всё будет хорошо с детьми. Вы будете жить в счастье. Вот это пока для вас закрыто. Потому что вы не знаете, как это сделать. Ну а о таких вещах у нас будут разговоры в следующих раскладах. Я вас люблю. Желаю вам счастья. Пишите комментарии, как вам такой расклад понравился. До скорой встречи. Паш, чаш и корабль. Тройка жезлов. Интересно. Тройка жезлов говорит о том, что вам нужно куда-то идти, ехать, переходить в другие отношения, по-другому видеть мир. Ваша жизнь, она у вас в руках. Мы часто живём жизнью, где мы не руководим своей, руководим жизнью других. И это может плохо кончиться. Потому что каждый человек должен что-то делать, в основном всё делать для себя. А другим не мешать жить. Иногда это означает развод, уход. Потому что тот, который якобы помогает другому, он руководит его жизнью по-другому, по другим параметрам. Потом имеет право указывать, не имеет права, но думает, что имеет право указывать этому человеку, как ему жить. А карта корабль, ну, Ренорман корабль, говорит о том, что может вам нужно двигаться дальше, искать себе другое место под солнцем, более для вас подходящее, или искать другого человека, более для вас подходящего. Человека, который, может быть, будет интересен для вас. Ради которого вы не будете жить, и который будет просто для вас интересен. Ведь интерес — неподдельная штука. Три. Это помощь высших сил. Вам в поиске партнёра, поиск высших сил, в поиске места под солнцем. Что-то корабль — это, конечно, переезд. Поездка, переезд. Поездка вам предстоит, да? Как уж хотите, так и понимаете по-своему. Но вам предстоит поездка. Вы стоите, смотрите на этот корабль. Прежде мы смотрим, да, как мы поедем, куда и зачем. И вы, наверное, думаете, куда и зачем. Но у вас есть резон. Я вам скажу, что у вас больше, чем вы думаете, даже есть резон это делать. Что вы не хотите делать, но Вселенная для вас задумала. Потому что там вы найдёте для себя перспективу новой жизни. Здесь, вот смотрите, лес вашего подсознания. Здесь свобода найти себя. Здесь, может быть, даже вспоминается вот эта песня «Три окна», да, что среднее окно выходит в лес, тёмный лес поднялся до небес. И вы сейчас пишете какую-то картину своей жизни. В общем, думаете, потому что вы не видите ничего. Вот. И от солнца лес создал завесу, да, здесь у вас. Что-то может быть за лес. Это может быть воля другого человека, который говорит, делает так, а не по-другому. Это может быть даже воля вашей матери или свекрови, или третьих лиц всевозможных или обстоятельств от вас независящих. Но этот тёмный лес создал завесу, и от солнца скрыл свет этот лес. И вы теперь понимаете, что в этом лесу всё идёт по лесным законам, и вы боитесь каждого куста. Этот лесной закон, это может быть закон несправедливости, закон бесов, который сейчас управляет мировое правительство нашей жизнью. И мировое правительство – это не то правительство, которое вы думаете, понимаете? А это прямо противоположное мировое правительство этих бесов, которые управляют вами. Это может быть родовые бесы, может быть, девцы на работе, может быть, глобальные бесы, которые взяли вас в свои тиски, и вы боитесь, что под каждым кустом. Там не готов и стол, и дом, как у стрекозы. Кстати, эти все басни – это были сворованные античные басни. Это не авторские басни Крылова, это перевод. Человек перевел басни, назвал своими. Или человек перевел книгу Волков и назвал эту книгу «Волшебник Убранного города» и назвал себя автором. Это вообще очень интересно. А Крылович уже жил до революционного времени, тогда еще был диссонанс в голове. Интересно. Anyways, ну, аутентичная жизнь надо прожить, да, антиссонанс перевести, сказать «это мое», да. Как часто сейчас люди переводят картинку в Инстаграм какой-то знаменитости, которая с этой сумочкой стоит, как дурочка. Вот ресничками, детскими хлопает. И вы точно ее копируете. Не вы, везде, во всем мире, не только у вас. Я зашла в Apple была и смотрю, стоит Петт, как его? Брэд Петт. Стоит, я думаю, боже мой, чего в Ванкувере делает Брэд Петт в Apple Store? Вот. Оказывается, не Брэд Петт, не Брэд Петт, это его копия. Так вот, чью копию вы сейчас рисуете на этом портрете? Интересно. Что это за копия в вашей жизни? Или вы копируете жизнь другого, свою не живете, как тот крылок, который переводил в античной басне и сказал, что это я написал. Есть такое выражение в моем родовом. Сам написав и сам на память выучив. Что вы написали? Вы написали свою жизнь. Или же, если выучить на память, так это означает, что вы, в общем, копируете не вы, ну, может, ваши враги. Чужую жизнь, ее на память выучиваете. Патчаш – это поиск любви, хлопоты, заботы, любовные. Это просто. Кажется просто. Вы туда переедете, куда вы едете, куда вы не хотите ехать, но куда ехать нужно. Или идти, или ехать, или там учиться, или там работать. Может, это будет служебный роман. Но вы там будете копировать кого? Самую популярную девочку «Он и блог». В классе, как у вас когда-то было, да, вот, я помню, когда я была еще ребенком, так вот, у нас… Помните, вышел фильм «Руслана Людмила»? И вот все хотели выглядеть, как эта Людмила. И я рисовала ее вот на уроках, когда нечего было делать, рисовала вот Людмилу. И все думали, что вот все должны выглядеть, девочки, вот, как эта Людмила. Своего лица нет. Нужно взять чужое лицо, да, чужое лицо. Вы рисуете здесь свое лицо или чужое. А вот когда очутишься на Диком Западе, по карте корабль такой, понимаешь, что если нет своего лица, ты никто, ты ноль. Потому что только со своим лицом можно сделать свой успех. Понимаете? Это так понятно, что если вы не живете свою жизнь, если вы не живете для себя, а живете для кого-то, вы этим человеком управляете, это большой грех, да. Вы им пытаетесь управлять или управляете. Потом, в конце концов, если человек вас не любит за то, что вы им управляете или ею, на работе, или дома, или в отношениях, а никто не любит быть несвободным, никто не любит своих управителей, а потом этот человек возмущается против вас, или у вас скандал, или у вас разрыв, вы думаете, а почему? Я же такая святая, но вы управляли им. Вот и вы получили по заслугам. Но не вы, ваша соперница. Anyways, здесь понимаете, как хотите, но здесь вам предстоит дорога, и в этом новом месте вы найдете настоящую любовь, а не поддельную. А я вам помогу на пути. Да, иногда пилюля горькая, но эта пилюля вам нужна была. Пусть ваши силы вас щедро благословляют и дают вам все то, чего вы для себя желаете. И не забываем, что можно найти счастье даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Вы, наверное, знаете, что это пассаж из книги Harry Potter, но он очень актуальный сейчас. Желаю вам счастья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!